Всем привет, это YouWebDesign. Продолжаем записывать ролики про разные технологии. Сегодня в поле зрения попал CSS Filters модуль номер 2. Я сразу покажу, чего мы добьемся в итоге. В конце этого ролика мы добьемся вот такой вот штуковины. То есть у нас есть блок, и фильтр накладывается не на блок и контент этого блока, а на все, что под этим блоком находится. Так называемый Backdrop, то есть на Background. Например, если мы наложим Blur, то Blur распространится на все, что находится под вот этим прямоугольником. То же самое можно сказать с Sepia, например. Здесь не очень это видно, потому что картинка и так достаточно ненасыщенная, но вот там Sepia можно Grayscale попробовать. То есть черно-белое. Фильтр накладывается на весь контент, который находится под этим квадратиком. Нетрудно догадаться, что если бы здесь все скроллилось, то этот Backdrop, то есть то, что находится под контейнером, бы точно так же скроллился, двигался, и это можно было бы отлично посмотреть. Так, теперь немножечко истории. Вообще, в принципе, CSS-фильтры, они возникли в году так 2012. В 2011 их начинали только имплементировать. Тогда еще браузеры поддерживали только SVG-фильтры. И CSS только еще входил в оборот. По поводу SVG-фильтров, на самом деле, я уже снимал видос, он есть у нас на канале. Вот там я вот такой CodePen показывал. То есть CSS-фильтры, они анимируются и транзитятся, в отличие от SVG-фильтров. Ну то есть они тоже анимируются и транзитятся, просто значительно сложнее, чем просто CSS-фильтры. То есть для того, чтобы SVG-фильтры использовать, нужно было вот так вот целый SVG-элемент кидать в HTML, описывать там фильтры, а потом их применять с помощью там урлов и так далее на эти картинки. Это вот в данной ситуации вот они применяются. С CSS-фильтры добавили очень удобные такие свойства, которые можно было очень легко применять на все остальное. То есть вот, допустим, свойство фильтр называется. Вот оно здесь, оно с помощью компаса у меня подключается. Blur, Saturate1 и так далее. То есть свойство фильтр. И теперь с выходом Safari 9, про который я тоже снимал целый видос, у нас появилась возможность накладывать более козырные CSS-фильтры. Давайте посмотрим вообще про поддержку браузеров. То есть на самом деле, если мы говорим про SVG-фильтры, то есть если хронологически рассматривать, то SVG-фильтры поддерживались огромным количеством браузеров. То есть если я сделал Show All, то там почти с самого основания времен в Chrome в Firefox, в Safari начиная с версии 6, в Opera тоже там хрен когда еще, даже со старой Opera, которая была не Blinkовская. То есть это такая крутая штука, которая много где поддерживается. Поначалу применение SVG-фильтров к HTML-элементу работало только в Firefox. А сейчас, по-моему, уже везде работает, то есть я это все в ролике описывал. Если мы говорим про CSS-фильтры, у них поддержка значительно хуже. То есть у Edge, кстати, если здесь смотреть на поддержку майкрософтовских браузеров, то и E, начиная с 10-й версии, поддерживает SVG-фильтры, Edge тоже. CSS-фильтры и E не поддерживаются, Edge поддерживается с помощью там флагов, как это в Chrome обычно бывает, и даже в нормальном Chrome CSS-фильтры поддерживаются только с префиксом, то есть тут есть определенные минусы, не так все просто и хорошо. Если мы будем рассматривать поддержку браузеров у Backdrop-фильтра, я забегу прямо вперед, то здесь все совсем печально, это поддерживается пока только в Safari 9 и в Safari 9 на iOS, но в Chrome, начиная с 47-й версии, можно включить флаг Experimental Web Platform Features и тогда это тоже будет хреново наработать, надо попробовать посмотреть. Несмотря на то, что 47-й Chrome просто еще и не вышел сейчас, по-моему, 45-й релиз официальный. Давайте теперь посмотрим немного на спецификацию. Я люблю начинать с теории. То есть есть у нас вот такой вот черновичок, 31 октября 2014 года. Редакторы это Дик Шульц из Adobe Systems и Дин Джексон из Apple Incorporated. И в самом деле Apple на WWDC 2015 представила в своем Safari 9 поддержку этого свойства. Никто и не ожидал, что в какой-то вот сфере CSS, в какой-то области Apple будет вдруг пионером, но похоже на то, что они, в принципе, немножечко взялись за ум. То есть вот здесь единственная глава, это свойство Backdrop-фильтр. И принимает оно точно такой же набор фильтров, как и свойства фильтр, которые CSS мы тоже смотрели в предыдущем ролике. Если я перейду здесь на Filter Functions List, то меня кинет на модуль Filters Module Level 1 и описание всех вот этих вот коротких свойств, которые я в другом видосе описывал. Я сейчас вернемся назад. Тут сказано, что можно применить ко всем элементам, бла-бла-бла, и все, и конец. Давайте посмотрим на практике. Здесь у меня в HTML три контейнера, header, div, footer. В хедере у меня селектор, точнее select элемент, которым я выбираю, какой фильтр применить. В footer просто ссылка на предыдущий CodePen для того, чтобы вы понимали вообще, что как. Так, работает пока только в Safari 9 на момент записания ролика, то есть на сентябре 2015 года. Небольшой JavaScript, который по событию изменения значения, изменения общена в селекте присваивает к HTML класс с названием вот таким. Этот класс потом в CSS, если мы посмотрим, так, backdrop footer header, это базовый стиль, здесь пара анимаций. Так вот, backdrop контейнеру присваиваются разные значения в зависимости от того, какой у HTML класс. Класс, допустим, если blur, то, кстати, в Safari 9 backdrop filter поддерживается только с префиксом, поэтому пока приходится писать и WebKit backdrop filter, и backdrop filter тоже. Blur 7 пикселей, например. То есть синтаксис точно такой же, как у просто свойства filter. Background color transparent. То есть, если не сделать транспарентный background color, то работать не будет. Так, у нас сейчас, ну, давайте на blur'е посмотрим. Сейчас здесь CodePen перезагрузится от того, что я что-то изменил. Или на CSS не перезагрузится, нет, перезагрузится. Выбираем blur. И работает только с черным. Ни хрена не видно, поэтому сделаем транспарентный для того, чтобы мы насквозь хоть чуть-чуть видели. Blur, вот он, работает. Я вам напомню, что если просто использовать свойства фильтра, то сам текст тоже будет весь заблюренный, и мы ни хрена не сможем прочитать. Вот так вот. Настолько все заблюрено, что мы даже уже не видим сквозь это. 7 пикселей достаточно много. Если я 2 пикселя здесь сделаю, так сейчас второй раз перезагрузится, то вот можно немножечко различить. И наглядно понятно, что здесь добавляет Backdrop. Backdrop добавляет то, что мы видим, и blur'ится только то, что видно сквозь этот элемент, а не сам этот элемент. Я здесь рамку специально сделал для того, чтобы было видно. Можно посмотреть. Я здесь все выписал, которые есть в стандарте. И на самом деле я это форкнул. Вот здесь я написал у Стюарта Робсона. Который очень много про САС пишет. То есть у него тоже был CodePen. Я его немножечко доработал, форкнул и сделал свой этот Brightness. Контраст можно менять. Grayscale делать черно-белым. Hurotate менять оттенок. Инвертировать цвета. Это прям как будто джедай на планете Hot. Оби-Ван Кеноби. Очень круто получилось. Просто охренетительный эффект. Именно здесь. Opacity. Ну Opacity он просто прозрачный. Saturate это уменьшение насыщенности. И что характерно, свойство Backdrop Filter анимируется и транзитится. То есть допустим, если я сделала сначала Transition, то при наведении, вы видите, немножечко блюрится. Опа. То есть я сделал, по-моему, 3 секунды. Сейчас я точно не помню. Кажется, 3. Нет, 1 секунду. 1 секунду я у Transition сделал. Это я у анимации сделал 3. Анимируется тоже. То есть вы видите, он туда-сюда делает, что анимируется. И черно-белым остается. Я сейчас здесь сделаю Background Color немножечко посветлее. А то не видно ни хрена. Так, выбираем Animation. Вот здесь видно, что он становится черно-белым туда-сюда и блюрится на 5 пикселей или сколько я там выбрал. То есть это свойство анимируется. Еще в этом стандарте, который был представлен на .wc.2015, была представлена такая любопытная штука, как функция Filter. То есть это не CSS-значение, а CSS-функция. Выглядит она вот так. Вот я посмотрю на HTML. Вот я здесь сделал, что если класс Function или FunctionAnimate, то присваивается у Background вот такая функция Filter. Ну, Filter без префикса и WebKit Filter, если с префиксом, который принимает два значения. Первое это URL, то есть ссылочка на картинку, которая на бэкграунте. И второе это Blur, ну или любой другой фильтр, который вы хотите повесить. То есть Blur 5 пикселей в данном случае. Я делаю Function, и у меня на HTML повесился Blur. Вы видите, здесь все заблюрено только Background. То есть сам здесь этот элемент не заблюрен совсем. Footer Header тоже не заблюрено. И на самом деле оно достаточно сильно влияет на производительность. То есть если я сейчас здесь сделал FunctionAnimate, я сделал анимацию, которая будет туда-сюда делать. И вы видите, что все дергано достаточно происходит. Если я буду, например, скроллить здесь внутри CodePen, то видно, что у меня компьютер с Intel Iris встроенным. Он не вывозит совсем. Вот я это убрал. Здесь опять все скроллится очень плавно. Но тем не менее, вот так вот это все получается. Очень интересная технология. Ждем ее имплементации в других браузерах. На самом деле мне здесь подсказывали в чатике, что уже очень много этих тикетов написано. Я не знаю, здесь в Can I Use написано или нет. E-platform, From Platform Status, No Active Development. То есть они сказали, что должно быть, должно быть, но все еще не... Так, Backdrop Filter Property. Firefox Edge Safari Shipt, Public Support, Public Support, No Signals. То есть они собираются уже его применить там с 47-го. Вот он, с 47-й версии. Ждем в других браузерах тоже. Пишите в комментариях, как вы считаете, найдет ли это какое-то применение. Пишите, какие фоллбеки вы используете для работы. То есть или какой-нибудь Blur.js, если вам нужно что-то подобное. Или целую страницу копируете в канву и применяете такие эффекты. Будет занятно, интересно поговорить о том, кто для этого что использует. Кстати говоря, забыл сказать, что если мы применяем к тому контейнеру, на котором лежит такой Backdrop Filter, какие-то свойства, ограничивающие как-то его границы, там какие-нибудь Clip Path или что-то еще, то фильтр так не работает. То есть если я сейчас здесь раскомментирую бордер радиус 50%, сейчас он применится. Давай ColdPen, ты можешь. Все, он применился. Если я сделаю Blur, то блюрится весь квадрат. То есть вы можете здесь видеть, вот эта область тоже заблюрена, хотя граница как бы обрезана. Это такой баг в Safari, и ничего с этим пока поделать нельзя. Кстати, кроме этого, если я открою сейчас страницу на Can I Use именно для фильтра функции, которую я уже показывал про Background, то она в Chrome все еще не поддерживается. То есть если говорить про Backdrop Filter, то про него уже поняли, что его надо поддерживать. Про эту функцию все еще пока не ясно. Да, это были YouWebDesign. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на нас в соцсетях, вконтакте, в твиттере, в фейсбуке, в гугл-плюсе можете даже подписываться. Там тоже есть некоторая активность. И слушайте наши подкасты по понедельникам, вторникам. Там в зависимости от того, когда они выходят. Удачного всем дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok